Приветствую вас, я там посмотрел у вас еще ответы, то есть ваши вопросы посмотрел, которые вы задавали, и увидел ваш вопрос, где вы пишете про диету, да, о том, что вот хотите сбросить вес, хотите сделать это, как-то, да, знаете, быстро хотите сделать это, как-то вот так, без обрат энергии, да, без обрат денег вы хотите это сделать, вот, не то, чтобы я считал, что вы не правы в этой позиции, да, просто мне кажется, что, само по себе, вот, такое отношение, оно уже свидетельствует о том, что вы себя недостаточно любите, вы себя недостаточно принимаете, вы делаете это, как-то, знаете, ну, может быть, слишком условно, что ли, да, то есть, вы себя можете полюбить, и можете принять, только в том случае, если, достигнете, достигнете, достигнете чего-то, да, достигнете каких-то условий, вот, а это вот все-таки, это все-таки, всегда история по сути постановки в новых и новых условий, вот, поэтому для начала, если вы хотите себя полюбить, да, вам нужно отказаться от всех условий, вообще, вообще от всех условий, вот, это первое. Второе. Любовь к себе, это принятие, принятие, безусловно, то есть, чтобы себя полюбить, нужно себя принять, нужно себя принимать, точнее, да, вот, нужно себя принимать, принимать себя полностью, вот, такой, как, как, какая вы, собственно говоря, есть, вот, и по итогу, поскольку вы себя не принимаете, да, то для того, чтобы полюбить себя, нужно проработать те моменты, по которым, по которым, по которым вы себя не принимаете, и, возможно, изменить к ним отношения, потому, потому что, именно они, эти моменты, не позволяют вам себя принимать, такой, какая вы, вот. Ну, как правило, как правило, как правило, как правило, люди учатся, не принимают себя, в детстве, когда, например, в семье, да, допустим, родители, диктуют свои какие-то правила, вот, которые детям выполнять тяжело, больно, неудобно, некомфортно, вот, то есть, вот, такая, вот, не очень приятная история. Значит, давайте так, принятие себя, это работа, да, в том числе и работа над самооценкой, то есть, любовь к себе и самооценка, это вещи взаимосвязанные, если вы себя не любите, то вряд ли у вас и самооценка хорошая, да, вряд ли у вас самооценка на уровне, вот, поэтому, давайте для начала, для начала вы, для начала вы составите список того, что вы себе не принимаете, и почему, вот, то есть, составьте список того, что вы себе не принимаете, вот, с аргументами, обязательно аргументы нужны, да, то есть, аргументы по поводу того, почему я себя не принимаю такой, вот, где у кого и как я этому научилась, почему я так считаю, вот, это, значит, первая, да, то есть, аргументы и источник, то есть, где у кого и откуда вы это узнали, вот, это, такой момент. Далее, по поводу самооценки, по поводу самооценки, что хочется сказать, за счет самооценка у человека повышается тогда, когда он делает то, что, ну, вот, его деятельность соответствует его собственным ценностям, и человек получает удовольствие от процесса, вот, именно от процесса, не стремяясь к конкретному результату, вот, таким образом создается живая обратная связь. Вот подумайте, что вы, собственно, делаете, чтобы вот, ну, чтобы вот так организовывать свою деятельность, да, вот, ну и делаете ли вы что-то, соответственно, для этого, потому что, если вы не делаете ничего, ну, вот, это будет один из направлений работы с вами, скажем так. Вот. В целом, поскольку вы уникальный человек, да, то есть, ну, вот, вы сами по себе человек уникальный, со своими уникальными чертами, со своим уникальным опытом и со своими уникальными установками и мировоззренческой позицией, то уникального способа нет для того, чтобы себя полюбить. То есть нужно с вами работать, нужно, а-а-а, нужно... Лучше вас знать, нужно, чтобы вы доверяли, а-а-а-а-э, эксперту, которому вы доверите свои проблемы, потому что только от того, кому вы доверяете, можно принимать информацию и опереться на человека в тот момент, когда вы, допустим, допустим, откажетесь, да, от какой-то такой привычной модели поведения, которую вы сейчас продвигаете, и выберите модель поведения другую, вот, вначале вам будет тяжело, вначале вам будет тяжело ее исследовать, вот, но при поддержке, опять же, при поддержке того, кому вы доверяете, вы сможете, в общем-то, все пройти и принять себя, полюбить себя, и обрести гармонию, обрести гармонию, собственно говоря. Обрести гармонию в себе. Я знаю, что у вас имел место быть развод с мужем, это тоже может оказывать существенное влияние на вас развод, это всегда травма, поэтому в этом, возможно, вам тоже требуется помощь, да, потому что какие-то обилия могут оставаться на мужа вашего, вот. Так что, не бойтесь обращаться за помощью сейчас, не бойтесь просить этой самой помощи, вот. Главное, 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 признать, что с чем-то вы справиться не можете, а вот как вы признали, например, что вы не любите себя, вот, ну и, соответственно, с этим вы можете, можете что-то сделать, вот. В этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!